МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они знают об антимонопольной службе, согласились, что большинство, что не очень много, потому что слишком специфичны, наверное, задачи, о которых вы сегодня расскажете. Хотя именно эта служба призвана защищать конкуренцию предпринимательства ради развития экономики России. Задача архиважная, и тем более в реалиях сегодняшнего дня. И поэтому давайте мы сегодня подробно расскажем жителям региона про вашу службу, про то, от кого же нужно защищать и конкуренцию предпринимательства, кто главные враги и что тормозит, на ваш взгляд, развитие экономики. Давайте начнем, наверное, со структуры службы и основных задач. Давайте, Ирина. Наша служба, на самом деле, действует достаточно большой период времени. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации сформировалось 14 июля 1990 года. 1990 год, да? 1990 год. Это довольно-таки долго. Комитет по антимонопольной политике и развитию предпринимательства в Российской Федерации. Тогда еще был создан штат Центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, расположенный в городе Москва. А территориальные органы начали создаваться в 1991 году. Тверское УФАС начал работу с 25 ноября 1991 года. То есть, практически, если посчитать, это 31 год будет в этом году, как антимонопольный орган в Тверской области осуществляет свои полномочия. Действительно, направленное на свободу конкуренции, развитие предпринимательства на благо Российской Федерации. Для этого исполняет достаточно много государственных функций. Но вот непосредственно территориальный орган занимается тем, что следит за соблюдением хозяйствующими субъектами, предприятиями антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе и законодательства о закупках. Соответственно, более сложные и объемные виды контроля за соблюдением законодательства, такого как тарифное регулирование, такого как регулирование закупок для нужд обороны страны, находятся в компетенции Центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы. Следует отметить, что тарифное регулирование не сразу явилось полномочиями Федеральной антимонопольной службы. До этого, до 2015 года указанные полномочия исполняла Федеральная служба по тарифам. Целая служба была? Да, целый большой штат. Работала Центральный аппарат также в Москве. Подчинялись региональные энергетические комиссии регионов, но решили полномочия передать ФАС России, скорее всего, потому что ФАС России собирает достаточно большой объем данных экономического характера с территории всей Российской Федерации. И наши возможности, возможности наших служащих, на мой взгляд, являлись более компетентными, чем те же компетенции, которые были в ведении Федеральной службы по тарифам. Но мы об этом еще, вот отдельно о тарифах мы еще поговорим, конечно, впереди, но вот относительно 90-й год, вы сказали, образование. То есть сама служба антимонопольная, да, она образовалась именно в 90-е, да, когда у нас пошел разговор и создавалась рыночная экономика. Рыночная экономика, действительно. Да, в условиях Советского Союза этого, необходимости в этом не было. Необходимости не было по той простой причине, что экономика была плановой, и министерства, которые следили за развитием экономики Советских Социалистических Республик, конечно же, были. Но в условиях плановости, наверное, сложно говорить о какой-то состязательности хозяйствующих субъектов, когда каждый из них определяет свою политику на рынке, определяет, какими он будет заниматься вещами, и, соответственно, какими эти вещи будут, какими будут товары, работы, услуги, и на каких позициях они будут конкурентоспособными. Либо это будет цена, либо это будет более высокое качество, либо это будет более широкий ассортимент. Ничем этим, на мой взгляд, в годы СССР в полном объеме директора предприятий и их трудовой коллектив заняться не могли, потому что был госплан. Потому что были министерства тяжелой промышленности, министерства легкой промышленности. То есть выстроить систему конкурентных отношений было сложно. А с 90-го года служба претерпевала изменения, она была комитетом, она была министерством. И вот в том виде, в котором она сформировалась, она сформировалась уже в 2004 году. Что мы можем сказать о региональной структуре, о нашей? Сколько человек? Региональная структура Тверской УФАС России, это достаточно небольшой, но очень сплоченный орган исполнительной власти, территориальный орган, федеральный орган исполнительной власти, сотрудников которого отличает достаточно большая сплоченность, высокий профессионализм и, что самое главное, многозадачность. То есть один сотрудник не зациклен, как правило, на выполнение контроля за только определенным видом законодательства. Как правило, это все сотрудники могут работать в сфере законного защиты конкуренции и уже непосредственно по какому-то своему направлению, либо реклама, либо закупки для государственных нужд, либо недобросовестная конкуренция, либо контроль в сфере электроэнергетики и другие виды контроля, которые можно очень долго перечислять. Многозадачность. Вы, наверное, долго находите таких специалистов, которые могут выполнять сразу несколько задач. Какое образование нужно иметь, чтобы работать у вас? Образование должно быть выше. Это для старших категорий должностей, но нет требований к образованию для младшего персонала, для специалистов. Феномен службы заключается в том, что человек, который приходит, не обладает знаниями. И в силу того, что мы видим, как вы видите из того, что я рассказываю, сразу, наверное, быть специалистом во всех областях знаний, наверное, все-таки невозможно. Это, как сказал Казима Прутков, нельзя объять необъятное. Да, оно, наверное, все-таки объятное. Тот объем законодательства, который подлежит контролю Федеральной антимонопольной службы. Но я уже работаю с 2009 года в этих органах. И практически каждый год я открываю какое-то новое, скажем так, направление деятельности для себя. То есть это получается, что законодатель настолько предусмотрел наши широкие полномочия для того, чтобы видеть экономическую ситуацию на рынках, что если я буду знаком с человеком, который все это досконально знает, до полочки это будет, наверное, самое большое достижение в жизни. Уважаемые друзья, мы сейчас тренируемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. С вами Ирина Чекунова. В эфире программа «Тема дня». Сегодня у меня в гостях Роман Прохоров, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Тверской области. Роман Владимирович, еще раз здравствуйте. Я знаю, что вы на нашей Верхневоргской земле относительно человек новый, да? Недавно совсем приступили к своим обязанностям здесь. Да, прошло два месяца, как я переехал с Сахалинской земли на Тверскую и начал работу в Тверском Уфасе России. До этого я еще работал и в Удмуртии, есть такой регион в Придурале, тоже с 2009 года. Если сравнивать тот же Сахалин, откуда вы приехали, и Тверскую губернию, которая также немаленькая, разнятся чем-то проблемы вашей службы и, что называется, нужды людей? Ну, нужно сказать, что каждый регион Российской Федерации красив по-своему. И Тверская область, я уже позволил себе несколько ознакомиться с ней, она такая красивая, чего стоит только сама река Волга, которая вот в этом течении в районе города Твери представляет собой очень красивое и завораживающее зрелище. Множество памятников архитектуры, связанных с православием, с основной идеей русского народа, это вот чистота, семейные устои, доброта к друг другу. Но в плане работы оказалось, что на всей территории Российской Федерации проблемы, они примерно одинаковые. Вопрос в том, что в некоторых регионах проблемы меньше, в некоторых больше. Вот на территории Тверской области за два месяца уже работы, выяснить удалось такое обстоятельство, что проблемы, касающиеся, допустим, технологического присоединения к электрическим сетям, здесь занимают очень больную позицию. Вопросы закупок для государственных нужд, они очень урегулированы, в том числе с той позиции, что очень рачительное отношение со стороны губернатора Тверской области к этому вопросу и очень большое внимание оказывается. А вот по поводу цен на товары, работы и услуги, которые все время оказываются в зоне пристального внимания Федеральной антимонопольной службы, оказалось, что некоторые всплески были недовольства граждан отсутствием в ассортименте определенных продуктов, но область достаточно оперативно эти вопросы решила, и мы сейчас отмечаем, что и цены достаточно демократичные в магазинах, и, что самое важное, это ассортимент продукции присутствует, потому что мы еженедельно проводим мониторинг социально значимых продуктов, так сказать, если это говорить простым языком, такой так называемый борщевой набор, то есть пусто, картошка, морковка. Это тоже компетенция ваше слово? По поручению правительства Российской Федерации, для того, чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций в социальных напряженностях, в стране антимонопольная служба во всех регионах проводит такие мониторинги. Вот это очень важно, потому что сейчас мы говорим об основных задачах, могут быть такие глобальные задачи, мы говорили и соблюдение закона рекламы, контроль в сфере государственных закупок, контроль оборонного заказа, но простых-то людей волнуют даже больше, может быть, те же тарифы, вот, которым мы обещали вернуться, да, и продукты, цены на продукты, цены на лекарства, и тарифы из своего кармана платят. Да, это все происходит, так сказать, на первой линии, на линии общения продавец-покупатель, и, естественно, это то самое недовольство, когда ты достаешь денежку из своего кармана и хочешь получить за эту денежку максимально качественную и, по возможности, по меньшей стоимости услугу. В данной ситуации и контроль за тарифами, он важен, потому что, как мы видим, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, они не остаются статичными, они понемножку подрастают постоянно, немножко индексируются. Но нужно понимать ту ситуацию, что само тарифное регулирование, оно разделено по иерархии, и частью тарифов занимается федеральная антимонопольная служба, а частью тарифов занимаются органы исполнительной власти субъектов. В данном случае тарифы на ЖКХ устанавливаются по большей части региональной энергетической комиссии. Если человек недоволен, он считает, что тариф слишком большой, что нужно что-то изменить, как реально ли куда-то обратиться и ждать ответа того или иного? Это очень реально. Законодательство предусматривает рассмотрение обращения гражданина по всем вопросам, по которым у него есть определенные сомнения, недовольства. Он вправе направить свое обращение в любой практически орган, но по указанным вопросам результативнее сразу же было бы обратиться в ФАС России, потому что есть порядок урегулирования споров и непосредственное управление, федеральная антимонопольная служба, расположенная в городе Москва, которая контролирует этот вопрос тарифного образования. В Москву обращаться? Да, но это можно сделать и через территориальный орган, потому что мы это заявление обязательно примем, мы не возвратим ему обратно заявителю это заявление, просто перенаправим, это будет несколько по времени больше. Пока не ушли вперед, каким образом к вам можно обратиться? Это электронный какой-то документ, где вы находитесь, ваш совет с жителем? Обращение проще всего сейчас направлять в форме в электронный, поскольку есть у нас все-таки опасения по поводу коронавируса. Все реквизиты для связи расположены на сайте Тверской УФАС, который просто можно, забив любой поисковик Тверской УФАС России, обнаружить. Там есть электронная форма, там есть формы для связи по почте. Ну, если уж никаким нельзя другим способом воспользоваться, то на площади Михаила Тверского наше управление расположено. Вы не правите? Несколько слов о том, какие меры принимает антимонопольный орган в случае выявленного нарушения. Ваша полномочия здесь? Вот нужно понимать, что еще один момент я хотел озвучить в рамках предыдущего вашего вопроса, Ирина, потому что у нас самое большое напряжение по территории Тверской области занимает вопрос технологического присоединения к сетям. Очень много заявлений от граждан, от хозяйствующих субъектов по присоединению к электрическим сетям. В прошлом году это более 300 заявлений, в этом году уже за полгода 200. Люди хотят с этим вопросом разобраться, потому что основная львиная доля это нарушение сроков подключения к электричеству домов. На самом деле Тверская область уникальна, наверное, в том, в том, что очень красивые места вдоль реки, очень маленькие населенные пункты, которые стоят, как вот, может быть, это можно сравнить с какими-то хуторами. Их достаточно много, и сетевой организацией нужно для каждого дома в этом хуторе, в этом сельском поселении, может быть, даже не сельском поселении, в дачном некоммерческом товариществе, в садовом некоммерческом товариществе, тянуть линию. Поэтому мы хотели бы сейчас очень разобраться с теми причинами, которые повлекли такое количество обращений. И мы с этим обязательно будем разбираться, и я думаю, что мы или с вашей помощью, или, значит, с помощью органов власти до населения, то, что мы узнаем по этому поводу. Здесь жалоба приходит непосредственно в вашу службу, или здесь какое-то у вас есть взаимодействие с прокуратурой, потому что у нас люди привыкли, что нужно обращаться в прокуратуру, те пойдут с проверкой или еще куда-то? Прокуратура, безусловно, в данной ситуации нам помогает, потому что этот орган обладает большими полномочиями по проведению проверок. Нужно же сейчас говорить о том, что в настоящей непростой экономической ситуации правительство предпринимает множество мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В настоящее время введен мораторий на проведение контрольных мероприятий планового характера в отношении этих субъектов рынка. И фактически в отношении этих субъектов остались полномочия только у прокуратуры. Всегда взаимодействие, всегда они помогают, направляют материалы, которые выявили в результатах своего контроля, либо при рассмотрении каких-то других обращений. Но непосредственно они не подменяют наши функции. Если они видят, что нарушение должен рассматривать антимонопольный орган, они материалы подготавливают и направляют в наш адрес. То есть, получается, мы еще раз скажем, что вы достаточно открытая служба. Да. И вы сейчас сказали о том, что вы рассматриваете вопросы наиболее болевые точки для каждого человека, который обращается, который хочет, чтобы этот вопрос был решен. Вот ваши полномочия относительно того, что вот выявляете нарушение. Что дальше? Часто ли ваша служба представлена в судах? Вопрос состоит в том, что правильно ли написал акт, который изготовлен по результату выявленного нарушения сотрудник. Если и, значит, комиссия, которая рассматривала это дело. Если документ подготовлен достаточно хорошо и с учетом всех требований законодательства, как правило, не будет он, жалоба на этот акт удовлетворена. По крайней мере, каких-то, значит, в этом году, я уже буду говорить за год, хотя всего два месяца здесь на службе, я не видел, чтобы, значит, наши акты были отменены. Вот. Это хороший показатель. Но, чтобы дойти до суда, вот я хочу рассказать, как эта процедура происходит, поскольку увидел, что не все заявители понимают, что как продвигается вот эта процедура. Допустим, нарушение, устанавливаемое, которое установили в результате каких-то неправильных действий субъекта, который занимает доминирующее положение на рынке. Либо он, значит, установил монопольно высокую цену на товар, либо он кому-то отказал в заключении договора, ну, еще целый список нарушений, которые предусмотрены статьей 10 закона о защите конкуренции. Во-первых, антимонопольный орган должен установить ее доминирующее положение. Что он должен сделать для этого? Он должен провести анализ рынка. То есть специальный человек, который в этом понимает, который знает экономические законы, законы рынков, значит, располагает необходимыми знаниями, должен запросить множество хозяйствующих субъектов для того, чтобы выявить границы этого рынка, продуктовые границы, территориальные границы. То есть гигантская работа. Да, то есть в результате этого появляется субъект, действие которого мы можем оценить. Либо в результате этого исследования говорится о том, что доминирующее положение у него нет. Соответственно, под наш контроль он не попадает. Вот, это первый этап. После этого, значит, возбуждается дело нарушения антимонопольного законодательства. Оно рассматривает комиссии управления. Это не один какой-то человек рассматривает комиссию. Не менее трех человек в составе рассматривает комиссию, принимает решение. Мнение каждого члена комиссии выслушивается. И на основании законодательства принимается решение о наличии признаков нарушения, скажем так, 135-го федерального закона. Выносится решение. На вид оно выглядит так же, как судебный акт решения судии, ближе к арбитражному суду. И после этого возникают основания для мер реагирования. То есть в процессе постановки решения антимонопольный орган принимает во внимание все обстоятельства дела и решает, нужно ли выдавать предписание хозяйствующему субъекту о том, чтобы он изменил свое поведение на добропорядочное. Выдается такое предписание. И выносится решение о том, что нужно передать дело для возбуждения дела об административном правонарушении. Это же сколько времени проходит? Это огромнейшая работа. Это огромнейшая работа. Я хотел бы на этом акцентировать внимание, потому что именно этот вопрос, когда касается исследований, исследований рынка, вот этого всего, заявители не очень понимают, почему само по себе рассмотрение дела занимает время от 3 до 9 месяцев. Вот вы только сегодня рассказали, несколько буквально секунд, это уже понятно. А после этого само по себе процедура привлечения к административной ответственности, она не так и велика во времени, это 2-3 месяца и все для того, чтобы взять и совершить все действия, которые предусмотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Само по себе воздействие на нарушителей, если будет доказано, что он нарушил, доказано его доминирующее положение, это в определенных случаях оборотный штраф, который составляет от 1 соты до больших долей от оборота за год. Но это существенные суммы. Это существенные суммы, то есть в моей практике лично я привлекал к административной ответственности как должностное лицо с наложением штрафа по 47 миллионов рублей на одну хозяйственную точку субъекта. Ничего себе. Роман Владимирович, время эфира нашего, к сожалению, подходит к концу. Вот какие перспективы, на ваш взгляд, развития конкуренции именно в нашем регионе? Что вы можете сказать, подытоживая программу? В настоящее время принят национальный план развития конкуренции до 2025 года, который предусматривает качественные показатели развития конкуренции на более чем 30 рынках, выбранных в соответствии с нормативными актами. Составлена правительством дорожная карта следования этому национальному плану. Я думаю, что будет предпринято максимум усилий со стороны правительства для его выполнения. Значит, там предусмотрено и снижение доли унитарных предприятий на рынках. Практически на каждом рынке предусмотрено увеличение доли субъектов малого предпринимательства, субъектов среднего предпринимательства. Предусмотрены такие меры, как уменьшение административных барьеров по предоставлению субъектам малого предпринимательства прав пользования муниципальным имуществом, что существенно. Вот буквально на днях президент подписал изменения в законодательстве, согласно которому в части предоставления муниципальных преференций для именно этих субъектов рынка вводится в отношении органов власти пославление. И они могут уже не обращаться к нам за разрешением, а они могут нас в некоторых случаях просто уведомлять о том, что мы дали в целях развития именно малого и среднего предпринимательства. То есть правительство и президент этими документами, национальным планом создают действительно условия для развития экономики в Российской Федерации в наших непростых экономических условиях. Что ж, зеленая дорога, хотя бы зеленый свет мы видим. Скажите, если будут вопросы, лично вы ведете прием людей? Да, прием я веду лично в каждый первый понедельник месяца. Каждый первый понедельник месяца желающие могут записаться, дорогие, и прийти к вам, и получить ответ. Да, конечно. И буквально вот несколько секунд совет жителям Верхневолжья в это время непростой. Сохранять самообладание, выдержку и верить в будущее. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Роман Владимирович Прохоров, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Тверской области. Спасибо. Будьте здоровы. Вам спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...